Девочки, Юля у нас шьет комплект. Вот такое платье мы с вами видели. И поверх него вот такое летнее пальто, так называемое, без подкладки. У нас цельнокрайонный воротничок, стоечка, повернись, Юлечка. Вот так вот, да? Нагрудная выточка переводится вот сюда. Вот здесь мы ниточку поставили, у нас будут карманы из бокового шва. Ну, я вот немножко побольше их сделала. Я сейчас рисую вот эти кармашки. Видите, из бокового шва вот на этом месте, да? Заметан обязательно припуск, потому что плотная очень ткань жаккардовая. И дошла очередь у нас до самого интересного, это пройма. Посмотрите, смотрим впереди. Плечико вытянулось немножко. Значит, хочется плечико сделать вот здесь. Ручку Юлечку чуть-чуть вот так вот. Да, потом приподнимаем немножко руку. Здесь уже вырез хороший, достаточный. Значит, я останавливаю свою меловую линию вот на этом месте. Здесь вырезать мне ничего не нужно. Теперь переходим на спинку. Смотрите, какая у нас спинка. Выточки плечевые из горловинки выходят. Спинка у нас вот такая, достаточно ровненькая. И она у нас широковата. Мы из особой выкройки делали простую совсем выкройку. И это развело очень сильно спинку. Поэтому мне надо ее откорректировать. Вот у нас конечная точка плеча. Смотрите, сколько лишнего. Ручку вперед, Юля, чуть-чуть. Вперед. И я убираю вот это лишнее. Я рисую, сколько мне нужно убрать. Вот здесь я убираю. До складочки. Вот у нас есть верхний уголочек подмышечной впадины. То есть у меня пройма должна пришиваться, рукавчик должен пришиваться не сюда, а вот в это место. И я ее соответственно вот так, чуть-чуть вот так, да. И потом я ее продолжаю и на полтора сантиметра вниз вот сюда ухожу. То есть вот эта линия, которую я нарисовала, да, я к ней буду пришивать рукавчик. А отрежется вот это все лишнее во время осноровки, когда уже будет прошит плечевой шов. Сейчас мы будем прикалывать рукав. Берется правый рукавчик. Так. Находится серединка рукава, вот она рассечка и плечевой шов. Я полтора сантиметра припуска загибаю и эту рассечку ориентирую на плечевой шов. Но прикалываю уже к нарисованной линии проймы. Полтора сантиметра опять подогнули. Так. Сзади вот это будет у нас посадочка. Я сразу оставляю на посадку. Теперь, Юлечка, разворачивайтесь. Нет, нет, нет. Вот так вот, да, к Лере. И вот эти полтора сантиметра давайте ко мне еще чуть-чуть. Вот так подгибаем. И уравниваем, вернее, находим направление рукавчика, чтобы он не ломался. И я его тоже загнув полтора сантиметра, прикалываю к нарисованной, сними Лера, к нарисованной вот к этой линии проймы. И видите, чтобы рукавчик у меня выложился хорошо, мне хочется вот эту часть уже немножечко подвинуть на спинку. Я вот так вот перепускаю, да, и я нашла таким образом положение нашего рукавчика на фигуре. И моя рассечка будет уже вот в этом месте. То есть новенькая контрольная точка появилась, которая будет совпадать с плечевым шовом. Еще могу одну точку контрольную сделать. Вот здесь перечеркнула, поверачиваем с Юлей спиночкой и вот здесь перечеркиваем. Как только мы сейчас снимем, мы сразу по этим меловым линиям поставим ниточку, чтобы запомнить. Вот так мы нашли положение нашего рукавчика на теле. Теперь мы подгибаем низ и договариваемся сами с собой, какой длины у нас будет рукавчик. Как Юля вам? Вот так. Хорошо, да. Нормально? Вот. Тоже можно сразу мелом мылом вот так отметить, вот это вот в ребро. Мы пометили и как только снимем, мы запомним вот этой ниточкой. По всей стороне, по всей длине на ниточку ставить не нужно. Вот полосочку нарисовали, это длина. Ну и ширина рукава тоже, по-моему, у нас хорошая. Нас устраивает, да. Поверните еще раз к нам лицо. Вот такая у нас примерочка. Отметим первую пуговочку на уровне груди. Да, обязательно будет. И последняя пуговочка, ручку положите аккуратно. Вот так. Значит, последняя пуговочка будет у нас где-то вот здесь. Тоже отмечаем. И прикидываем, сколько у нас будет пуговиц. Раз, два, наверное, три, четыре. Четыре примерно пуговочки нам надо. Все, на этом примерочка у нас закончилась. Всем добра!